Спортивный туризм доступен всем. Им увлекаются более 10 тысяч жителей республики. В этом направлении в 15 муниципалитетах работают 20 центров. Дети с ограниченными возможностями здоровья по зрению не исключение. После мастер-класса по этому виду спорта они готовы идти дальше и покорять вершины. Вода. Вода. И все, что может пригодиться. Да. Водка. Вокзаки. 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 Вокзаки тоже. Эти ребята плохо видят, но несмотря на ограничения, быстро и уверенно проходят все испытания. Каждая из трех станций построена таким образом, чтобы ученики приобрели полезные навыки и уверенно чувствовали себя в любом походе. Побольше, побольше, побольше. У нас получается вот такой вот огромный костер. Мы его поджигаем. У нас получается гигантское пламя, которое может за две минуты вскипятить вот такой вот котел. Я много всего нового узнал. Узнал, как делать палатки, как брать, какие вещи с собой брать. Также узнал, как цеплять карабины, образные, получается, веревки. И как вообще надевать страховку и упаковывать свои вещи. Я думаю, мне это жизни пригодится, потому что я в любой момент могу пойти в поход. И как раз все, чему я тут научился на мастер-классе, я смогу это применить. Проект «Я выбираю спортивный туризм» в республике работает третий год. Он стал победителем фонда грантов президента страны. За это время были организованы десятки мастер-классов, походы, соревнования и даже сдачи нормативов ГТО. Наша цель, чтобы в будущем эти дети могли сформироваться в такие туристские группы и сходить в походы. А также наша одна из целей – это участие слабовидящих детей в всероссийских соревнованиях по спорту слепых по виду программы «Спортивный туризм». Сертификаты и значки о прохождении мастер-класса – только начало пути. Впереди ребят ждет фестиваль спортивного туризма. Он пройдет в июне этого года. Ольга Алексеева, Юрий Стифонов, Республика.